Ну вот он ползает, четко его почувствовал как муравей хоп-хоп пополз, но более медленно, вот четко его определил. Сейчас мы его будем сбрасывать в пепел. Вот он тут. Мы вот он клещ держим его, посмотрим что будет у нас пепель с ним. Сейчас он упадет. Он упал, смотрим, что происходит. Пепел обездвиживает, барахтается в нем, все к нему прилипает. Это вот прошло уже где-то минут, я не знаю, я вот пришел, не переодевался и его обнаружил. Чувствую, что тут кто-то там как муравей щекочет ногу. Вот обнаружил его, ну вот видите, он даже подняться не может в зале. Не комфортно ему там, ой, и чуть чашка не упала. А наш подопечный вон он. То есть также в дождь идете, короче, дождь клещей оббивает, и они как бы меньше на вас садятся. Если неохота подцепить клеща, с меньшей невероятностью приходите вот такие в холодные, не в пасмурные, в дождь. Но, как бы там уже что-то с ним произошло, он даже, даже попал в пепел. Он просто лапками машет, не знает, что делать. Сейчас у нас 6 июля, видите, они ползают, но почему-то не кусают. Видно, сезон отошел, так бы уже давно будут надпивались, а так ползают по телу и не впиваются. А вот признак лечения остался, а что кровь сосать, уже что-то и не хочется им. Ладно, пусть постоит маленько. Вот он что-то отыбался, а кто куда-то еще лапки задние в ползают, не так как живут, с ликвидами, неизвестен. На самом деле, он не предпочитает его. Затем-сезон отошел, здесь уже около 2-3 карBER, но отдельно по – 1-3 карметика. Йоргус. Но грантерные, это было прямо по оченьataeом, и в ползают, так и в ясскохе составляет попало. это очень близко, и в ясскохе, все умного в подтеплательны. Время – одно из чёрных предметов. Круто-могензию по соответствовать обе грибной колбасу. Признаки появятся не сразу, они появятся на вторую неделю. У вас резко поднимется температура, но потом, когда вы выйдете на улицу, она у вас дойдетесь из больницы, она может у вас быть нормального рассказать, что у вас случилось. Вот может и вот такое что произойти. Вот в этом месте он практически уже не двигается. Вот он в этом месте. Сейчас, куда я покажу пальцы? Вот на краешке, вот по центру пальца, но он уже не двигается. Я потом только снял, сколько времени было, и целое вот это всё время искал, и не знал, что с ним произошло. А он вообще, смотрите, превратился во что. Не только, короче, пепель был холодный, от сигарет это вот, и он вот, вот видите, обездвиживался. Вот ножки его, вот он вообще, видите, как влияет зола на насекомых, она просто обездвижила его, видите, во в том, что он все равно, что превратился. Он как-то стлел. В простом пепле, в холодном, и это удивительно. И это произошло всего, наверное, за минуту три. Вот в такое вот хозяйство, видите лапки, тельца. Вот так она его переработала зола. Золей сборная кислота, но не знаю какая, видите, он весь сплавился, превратился, превратился в золу. Убежать он не мог, но увидите, ему было плохо, теперь тут никто не шевелится, но вот он. Вот такое действие, лучшие, наверное, всех средств, которые мы знаем, гардекс, там еще какие-то средства, он переработал его зола. Ну, вот такой опыт. Клещи живые, да? Вот такая вот они. Но-но-но-но. Клещи, как его сбросить? Вот он попал. А я не потею, хожу вот так, ни одного не нашел. А Федорович не знаю, как делал его на дыбу клеща на животное, особенно, в своем месте. Возьмите自己 с него в зол, который она не знала, если он не бойся, то есть секретный сочетный лекарь, что он не станет. Взрослый гстав, который они не смогли, а потом Взрослый гстав, который вылетел в золу, который disregard них гривен на бутылку, то есть одна их А вот он товарищ, ну вот так, да, я его сжёг, ну вот видите, он как, сидишь на заднюю сиденью, переберечь его, вот так. Судорич какой-то клетчатник попал, ой он, ну давайте посмотрим сейчас, как он там ползает. Ну вот чувствуется, ползёт, сразу чувствуется, ползёт по руке, чётко чувствуется, как муравей, только потише маленько, ну вот, карая муха, ну вот, всё, готов.